Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, дневной разворот. Сегодня вторник, и у микрофона Юлия Афанасьева. Добрый день, Александра Сохим. Здравствуйте. Ну что, сегодня у нас на повестке три темы. Во втором часе будем говорить мы про культуру. Библиотека имени Пушкина проводит мероприятие в честь 218-летия со дня рождения поэта. Ну и ряд других мероприятий организовывает, в том числе и в преддверии Дня города библиотека. Также к нам придет Валерий Федеев, создатель, руководитель музея истории Хлынова. Год прошел с того момента, как открылось это учреждение, это заведение. И вот здесь, можно сказать, однолетие какое-то будут праздновать музей, что подготовят к этому событию организаторы и авторы. Об этом обо всем узнаем во втором часе. Ну а в первом часе мы будем говорить о Великорецком крестном ходе. Именно сегодня, 6 июня, в Великорецком главные торжества проходят. Они проходят прямо сейчас. В этой службе принимает участие патриарх Кирилл. Божественная литургия сейчас на реке Великой. Но будем мы говорить о Великорецком крестном ходе, наверное, не как о событии для православных, не как о церковном событии, а больше как о мероприятии, которые способны продвинуть бренд региона, привлечь в регион новых туристов и способствовать развитию некого внутреннего бренда Кировской области. Потому что уже Игорь Васильев тоже сказал, что очень важное мероприятие для региона, для России, это событие российского и международного масштаба. В этом году 28 тысяч паломников, 90 километров пути. Крестный ход с 600-летней историей. И в этом году впервые он, кстати, изменил свой маршрут. Об этом тоже поговорим и о словах Игоря Васильева. Ну и, конечно же, тут приезд патриарха Кирилла нельзя обойти стороной. С этим и связано, в том числе, влияние, может быть, этого события, этого мероприятия на туристический потенциал, на ситуацию с внутренним туризмом. Ну и вообще, наверное, на пиар региона, правда? Конечно, конечно. Ну что, и в гостях у нас Дмитрий Русский, депутат УЗС предыдущих созывов. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, ребята. Всем прекрасного дня, всем слушателям. Мы снова вместе с САХА Москвы и обсуждаем очень интересные вопросы. Я думаю, что все жители города Кирова сегодня ощущают уже какое-то движение, приезд. Кругом очень много полицейских, большое внимание. То на самом деле все это очень интересно. Я думаю, что начнем мы непосредственно с того, что происходит сейчас в Великорецком, на реке Великой. У нас на связи Елена Жолобова, корреспондент портала свойкировский.рф. Елена сейчас находится прямо там. Елена. Лена, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Лена, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Великорецком? Сейчас идет божественная литургия на берегу реки Великой. Вместо помоста на поляне построена большая асцена. Также установлены два экрана больших, на которых верующие могут наблюдать службу. Идет божественная церковь, их подглавляют в Патриарх Кирилл. Очень торжественно, очень красиво. Много верующих. А сюда, к сожалению, пустить не всех. А по какому принципу пускали? И вообще с приездом Патриарха как изменились там, может быть, меры предосторожности, публичности? Да, меры предосторожности были очень серьезные. Здесь на входе на поляну установили рамки. Было очень много полиции. Полициями даже больше, чем духовенство. Пропускали всех такими небольшими ручейками. И сейчас, в принципе, на поляне находится, наверное, тысяча двери-три человек всего. Есть еще наверху у храмового комплекса один экран. То есть там наблюдают опыта в том числе. Лена, скажите, пожалуйста, о паломнике к этим мерам предосторожности относятся с пониманием? По-разному. По-разному, потому что я видела, что некоторые плачущие женщины были. То есть когда они проходили через эту рамку, то они были в большом расстройстве и не могли держать след. Но некоторые паломники были спокойны это приносили. Понимали, что эти меры необходимы. Елена, вы сами приехали непосредственно на вот это событие, которое сейчас на литургию, либо вы прошли вместе с колонной паломников? Нет, нет. Мы приехали сегодня утром. Долго до приезда. Елена, спасибо большое. Это была Елена Жолобова, корреспондент портала «Свой Кировский», которая сейчас находится непосредственно на месте событий, где проходит божественная литургия. Ну, как мы уже услышали, в этом году меры предосторожности были усилены в связи в том числе с приездом патриарха. И накануне Вятская епархия распространила информацию, что патриарх Кирилл не будет общаться с прихожанами, ни с паломниками, ни с журналистами. Сегодня с 15 до 17 часов он будет в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифоново монастыря, то есть в Кирове, и после этого покинет Кировскую область. Ну вот давайте, у нас пока есть время, мы вообще сегодня много будем набирать наших экспертов по телефону. Дмитрий Михайлович, я знаю, что у вас бабушка ходила в крестный ход еще во времена Советского Союза. Да, на самом деле я очень давно наблюдаю за крестным ходом, еще с самого раннего детства, потому что у меня бабушка была очень верующая, и она уже в 70-х, 80-х годах уже ходила на крестный ход. Значит, на самом деле тогда я не очень такое большое внимание как бы уделял, но она постоянно рассказывала о тех событиях, которые происходят. На самом деле она ходила в крестный ход примерно где-то около месяца, потому что как бы это сейчас все идут прямым ходом, а тогда в связи с тем, что в каждой деревне и на каждой дороге их ловили милиция, это тогда еще называлось вместе с собаками, и им приходилось разбегаться, им приходилось куда-то убегать, им приходилось прятаться, кого-то хватали. И, в общем-то, этот путь составлял довольно-таки очень, не только в плане там ходьбы тяжелой, а в плане там морального какого-то неудовлетворения. Плюс туда они же там шли очень долго, потом обратно возвращались различными путями, и вот она мне рассказывала, где-то, наверное, в начале 80-х годов у ней был руководитель вот как бы всего этого движения, мужчина, который, в общем-то, был организатором, он их собирал, он был очень верующий, и буквально где-то в начале 80-х годов его все-таки арестовали по какой-то причине и дали ему 8 лет тюремного заключения. Ну, то есть какую-то статью придумали. Да, какую-то статью придумали, и на самом деле я считаю, что в тот момент там, как бы, те люди, которые ходили в крестный ход, они были очень героические, они, понятно, что это были люди старшего возраста, которым уже, в принципе, наверное, нечего было бояться, потому что они все были на пенсиях, но сама процедура и отношение власти было совершенно неадекватное по отношению к этому. Ну, и где-то уже 85-86 год с приходом Горбачева все это становилось все гораздо мягче, легче, и такой уже масштаб громадный уже где-то в начале 90-х, 93-94 год, когда стало народу все больше и больше ходить, плюс стали приезжать из других городов, даже из других государств люди, то на самом деле он приобрел такой масштаб, по крайней мере, точно российский. Там очень сложно сказать, что он международный, да, потому что, в общем-то, мы сегодня понимаем, что все-таки там больше католическая церковь преобладает, то именно в рамках российской там это один из самых крупных крестных ходов, который, в общем-то, всегда славился тем, что он очень был, как бы, близок именно по духу и по прохождению именно вот старческих периодов, когда еще советской власти и до этого. Я так понимаю, что, как бы, в какой-то момент это было потеряно, где-то, вот, наверное, там, в 30-е, 40-е, 50-е годы, а потом вот как-то это снова все возродилось. У нас сейчас слушательница на линии Елена Поломница, которая сейчас находится точно так же на месте событий. Елена, здравствуйте. Елена, да, добрый день. Ваш разговор будет продолжен, пожалуйста. У нас технические проблемы небольшие со связью. Видимо, не очень хорошая связь в Великорецком. Ну, я думаю, что там в связи с тем, что находится патриарх Кирилл там, он является человеком, который по какой-то причине имеет повышенную охраняемость, то понятно, что работает ФСО, которое... Ну, на самом деле там действительно не очень хорошая связь. Ну, и там и не очень хорошая связь, и понятно, что в каком-то формате и работает ФСО, которое, мне кажется, глушит эти... А вот мы сейчас второй раз попытаемся поговорить с Еленой. Елена, добрый день. Здравствуйте, да, здесь я очень хорошая. Здравствуйте, здравствуйте. Очень хорошо. Юлия Афанасьева, Александр Асохин. Елена, я не могу не спросить, как вы дошли? Знаете, слава богу. Потому что, ну, это не только мои слова, что погода в этом году очень способствовала. Сама по себе погода. Понятно, что остальные моменты никто не отменял. Ни эти пересеченные местности, ни вот эти лужи, дожди. Вы знаете, какая погода в этом году. Природа в лесу практически первая половина мая. Там даже еще черемаха не распустилась. Ну, это не все, в принципе, слава богу. Вы принимаете участие в крестном ходе впервые? Вы знаете, вот пятый раз я. Ну, вот в полном-то объеме, конечно, я не часто ходила. Но пятый раз я вперед в Великорецкой вместе с иконой. Вот в этом году принимают участие в торжествах Патриарх Кирилл. И вот как раз сейчас Дмитрий Михайлович тоже интересуется, есть ли какое-то отличие? Да, в этом году и по сравнению с предыдущими. Колоссальное отличие. Колоссальные паломники, которые шли с иконой, благодаря этому замечательному визиту, не попали к месту празднования, к водосвятию. Ну, в общем-то, ждем за забором, так сказать, пока нам разрешат отнести ее обратно, с Киров, эту икону. Ну, то есть сейчас вы находитесь где-то за какими-то ограждениями, когда там происходит служба? Ну, то есть сегодня вы не окунетесь? Может, только поздно вечером? Вот нет, вот нет, потому что я обратно не иду, время ограниченное, должна быть на работе. И я не окунусь это полбеды, люди вот приехали специально, они-то вообще туда не попадают, да. Меня, как бы, знаете, немножко обидно за людей, которые шли пешком эти все километры, потому что речь-то идет о огромных тысячах паломников, а нас и пешочком идет 5-6 тысяч, а не больше. Согласен. Елена, скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете организацию крестного хода в этом году? Воду, медицинскую помощь, возможность сдать свой багаж в камеру хранения? Вы знаете, вот эти моменты меня практически не касаются. Да, я думаю, что они не первоочередные, на самом деле. Второй год я хожу с замечательным храмом, приходом Иоанна Притеча. Там эти все вещи организованы просто бесподобно. Отец, звучали гений в этом отношении и его помощники. Вот меня бы это все не коснулось. У меня только положительная мысль, потому что люди вокруг и тут всегда замечательные в крестном ходе. Единственный момент, что вот этих замечательных людей... Да, допустим, я могу сходить к иконе Николая Творца Великорецкого в Трифонов монастырь. Я пойду на службу, мне этого достаточно. Но многие идут именно ради праздника. Потому что ты приходишь, и вот оно, вот оно, ты пришел. Все, ты здесь исповедуешься, причащаешься. Это действительно огромный праздник. Для меня тоже как бы я не с первого раза там это все так торжественно воспринимала. А в этом году я была счастлива, что я дошла. Счастлива, что достояла к причастию. Знаете, это два часа, когда ты не спал, не ел. В том ночь. И вот такая штука, когда мы пришли там на берег. Берег закрыт. Смотреть нельзя. От берега отгоняют метров на 10, 15, 20. Елена, расскажите, как получилось так, что вы оказались за забором? То есть вас не пустили или вас выгнали? Как это все происходило? Нас не пустили. Но мы сделали, конечно, немножко партизанский, так сказать, шаг с девочками. И как раз проходил батюшка, и мы тут... Он нас простит, мы сходим потом на исповедь. И мы за ним 4 человека пошли, там, 5. Ну, тут нам на перелесках, знаете, вот в те годы, когда гонения-то были на Великорецкие крестные ходки. Это наши доблестные стражи. Вот. И нас водворили обратно за ленточку заполосатую. Лена, скажите, пожалуйста, а все остальные паломники, вот, они как к этому относятся? Там, с пониманием? Или они точно так же, как и вы, ну, расстроены, мягко сказать? Ну, вот знаете, я просто достаточно эмоциональный человек. То есть я тружусь в такой сфере, которая, так сказать, я разговор, так сказать, это мой хлеб. И поэтому я на свои чувства просто, может быть, выражаю более бурно. Люди идут, ну, они усталые идут. И плюс ко всему они идут удрученные. Потому что я знаю, что если приложиться к иконе, быть при празднике, святой воды вкусить, это дает сил. В крестном ходе это точно дает сил. Я это пробовала. И вот не быть на этом празднике, где они ожидали вот этот душевный подъем, вот эти вот силы, восполнение сил, которые они потратили на переходы. Это настоящий паломник, как бы, мне кажется, это будет считать не очень удачным встречением. — А много ли народу пойдет обратно, по вашим ощущениям? — Ну, знаете, я думаю, что обратно идет около третьей. Я, к сожалению, была обратно в 2012 году только в полном объеме. По моим ощущениям, примерно треть нас шла обратно. — В сторону Великорецкого, напомните, правильно я услышал, что 6-8 тысяч человек примерно? — До 10 их пишут. — Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, ну вот сколько я ходила, я говорю, пятый раз, и вот примерно пара-тройка последних моих походов в том году, в этом, в позатом, примерно одно количество. Я видела, что в интернете написано человек там 6, 5-6, там чуть больше. Но вот эти бешеные-то тысячи людей, которые, говорится, это ведь только на празднование приезжают, или когда провожают иконы, или когда встречают, я так думаю. — Елена, вы знаете, мы сегодня обсуждаем важность Великорецкого крестного хода с точки зрения увеличения туристической привлекательности региона. Вот с вашей точки зрения, насколько важен Великорецкий крестный ход не в плане церковного события, да, не в плане паломничества, а в плане привлечения туристов в регион? — Вы знаете, я думаю, что привлечение туристов в регион именно в связи с Великорецким крестным ходом слегка дискредитирует вот тот момент духовный, потому что турист, он идет по каким-то другим соображениям, у него своя идея. Тут вот православие-то с туризмом-то не совсем, мне кажется, стыкуются. Ну, может быть, это у меня просто Тобегов бывший, говорит, ментор. — Хорошо, хорошо. — Немножко не то это. Знаете, с этими палочками, с которыми ходят на прогулки, забыла, как они называются, шведские или какие палки. — Палки для скандинавской ходьбы. — А люди идут тут же, им в ноги втыкаются эти палки. Это тоже, в смысле, ну, это не совсем правильно. Не совсем. — Елена, спасибо большое. Это была паломница Елена, которая прямо сейчас находится на месте события. — Нам нужно уйти на перерыв. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Великорецкий крестный ход достиг своей кульминации, так у нас называется тема первого часа. Говорим мы про события, которые сейчас происходят в Великорецком. У нас в гостях Дмитрий Михайлович Русский, депутат УЗС предыдущих созывов. Дмитрий Михайлович, вот рассказывали вы, что в советские годы ваша бабушка ходила в крестный ход. Вот сейчас заявляют власть о 120 тысячах. Понятно, что это все люди, которые принимают во всех мероприятиях, связанных с этим событием. Сколько человек участвовало в нем в советские годы? Рассказывала вам бабушка. Ну, я еще раз напоминаю, это примерно где-то было, она говорила там иногда от 20 до 50 человек. Значит, уже ближе к концу 80-м количество их было уже под 100 человек. Но вообще, как бы, в самые такие тяжелые времена гонения, значит, ходило вот от 20 до 50, но до туда доходила только половина. Потому что кого-то там арестовывали, кого-то там охватали, кто-то там по какой-то причине не мог дальше идти. То, конечно, это был не очень многочисленный, но очень духовный, как бы, такой поход. Потому что в данном случае вот этот крестный ход, он все-таки традиции тогда заложились именно во времена гонения, на мой взгляд. И когда сегодня там власть заявляет там какое-то бешеное количество, вообще зачем она это делает? Да, мы с вами прекрасно понимаем, что это у нас светское государство, да, и в принципе мы отделены от церкви. То в данном случае это точно происходит какая-то ситуация. Кто-то зашел на чью-то территорию. Мне кажется, что власть зашла на территорию вот именно тех людей, которые идут совершенно не для количества, не для пиара, не для сцен, не для камер, не для этой показухи. Люди идут совершенно по другим принципам, да, и это очень важно, когда каждый находится на территории своих границ. Мне кажется, что сегодня идет какой-то перебор. Власть уже пытается и туда сегодня залезть. И вот все, что сейчас я читаю в фейсбуке и фотографии, ну, на самом деле, это печальная история. Ребята, оставьте вы уже в покое хотя бы нашу церковь, ну, даже не церковь, а верующих. Заберите вы высшее руководство там, да, но именно оставьте православных людей, именно паломников, которые идут совершенно для других причин. Им не важно количество, им не важно там, несут ли там за них кто-то палатки и кормят. Они идут по другим принципам. То, когда сегодня я вижу, что там все огоражено, и кто-то пишет, как будто на зоне там поселения, там кругом стоят полицейские, какие-то стоят ограждения. Там какие-то люди в гражданском, их там большое количество, идут по кому-то коридору, их там все сопровождают, и никому подойти нельзя, и кругом милиция. Но, извините, это очередной какой-то безумный шаг власти, которая куда бы у нас к чему ни прикоснулась, она все изгадит. То вот она сегодня, в таком варианте, который вот сегодня происходит, мне кажется, она вообще гадит именно тем людям, которые на самом деле туда приходят, которые знают, что есть крестный ход, которые знают, что у него большая история. И туда идут по другим принципам, не из-за пиара, не из-за сцен. Вот главная-то вещь, да, это наша духовность, и вот этих людей, которые туда идут и просят, я так думаю, что в большинстве случаев у Николая Чудотворца какой-то помощи, какой-то подсказки, они должны свободно подходить туда, куда они хотят. Хочешь к реке, хочешь к храму, хочешь, там они палатки разобьют. Это их территория. Это территория паломников и верующих. Это не территория джипов и милиции, и полиции, и всего высшего состава нашего областного и муниципальных руководителей. Ну, вот тут надо просто всем нам четко понять, что в данном случае это ни к чему хорошему не приведет. Ну, о подоплеках, я думаю, мы еще сегодня поговорим, в том числе, возможно, в преддверии выборов, а сейчас вот Дмитрий Михайлович говорил про власть. Это вообще не выборная история, нельзя выборы пускать именно туда, куда нельзя пускать. Ну, вот о возможных вариантах и подоплеках об этом поговорим, но сейчас у нас представитель как раз-таки власти на линии, исполняющий обязанности, министр развития предпринимательства, Ольга Чаузова. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Я думаю, что Ольга Николаевна слышала комментарии Дмитрия Михайловича Русских, правильно? Ну, да, немножко застала Ваши последние комментарии. Нет. А можете ли Вы прокомментировать Ваша точка зрения? Ну, не совсем понятно, тут в чем претензия. Насколько я знаю, власть берет на себя ответственность вот именно обеспечить безопасность, сопровождение половников в рамках вот этого наиболее сложного. Вот наш же Великоретский крестный ход славится, во-первых, тем, что он является одним из крупнейших, самых древних, самых массовых и одним из самых трудных крестных ходов в нашей стране. Поэтому, естественно, безусловно, правительство власти не может стоять в стороне. И ежегодно при подготовке крестного хода у нас проводится несколько совещаний по поводу обсуждения всех вот этих вот проблемных вопросов, которые могут возникнуть с половниками, которые могут вынуждены обратиться за помощью, в том числе и по, ну, там, в связи с проблемой со здоровьем, прежде всего. Если будет необходимость, там, и питание, все, что требуется, с теплом, с обеспечением, там, качественного ночлега и так далее, все это под контролем находится. А мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, нужно ли только полиции, милиции, ограждение, не пускать людей туда, куда они будут. Знаете, я думаю, что вот сегодня вот именно этот Великорецкий крестный ход, вот это вот усиление нарядов, вероятно, связано, прежде всего, с визитом, ну, патриарха Кирилла, который в этом году принимает участие в Великорецком крестном ходе. Я думаю, здесь даже вопросы не к Ольге Николаевне. Вот у нас вопрос к Ольге Николаевне по поводу влияния этого мероприятия на туристический какой-то потенциал региона, на возможность привлечения туристов в регион. Вы считаете, Великорецкий крестный ход в этом плане исполняет свою роль? Конечно. Ну, наш регион, конечно, не входит в перечень там известных, да, брендовых регионов. Это Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Тем не менее, мы известны своим культурно-познавательным туризмом, санаторно-курортным, экологическим, сельским, охотничьим, да, там, развлекательные виды, активные виды туризма у нас развиваются. И если говорить о паломническом туризме, который у нас тоже присутствует, то Великорецкий крестный ход – это знаковое событие и в истории жизни области. И я считаю, что вот то, что я уже сказала, что он одним из крупнейших, самых древних являются крестных ходов в нашей стране. И паломники, кстати, отмечают, что после первого похода они уже живут в ожидании Нового года, когда снова можно отправиться в путь. Поэтому Великорецкий крестный ход по праву можно считать одним из главных брендов нашего региона, и которым мы можем гордиться. И мы как жители региона, но и вся Россия, не только мы как регион. Ведется ли какой-то учет, может быть, как-то считается количество приезжих в рамках Великорецкого крестного хода, из каких стран, из каких регионов, какое количество людей? По итогам, конечно, мы получим информацию. Сегодняшнюю оперативную я, к сожалению, не успела получить. Не стоит сейчас беспокоить коллег, которые сейчас находятся там непосредственно в центре события. Поэтому здесь, когда они вернутся, мы, конечно, у них спросим. Результаты будут известны. Но вот в СНИ, по крайней мере, ожидается более 120 тысяч верующих, которые должны посетить. Мы ожидаем Великорецкий крестный ход. Подтвердится эта цифра или нет, я не знаю. 120 тысяч верующих, вы имеете в виду, которые приехали к нам из других регионов для участия в Великорецком крестном ходе? Да. И почему? И кировчане, и кировская область там, естественно, основные, может быть, это именно они. Но и из других регионов, и даже из других стран, по крайней мере, в прошлом году, были представители из-за рубежа. Из Германии, Англии, Италии. Ну, это известная информация, и она как бы... Ну, Украина, Белоруссия активно ездит в Германии. Да, 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 да. В Белоруссий крестный ход. Да, в Белоруссии, за рубеже. Ольга Николаевна, спасибо большое. Это была Ольга Чаузова, исполняющая обязанности министра развития предпринимательства. Вот, если я не ошибаюсь, сейчас как раз-таки одни из главных мероприятий в рамках Божественной Литургии сейчас должны проходить. Говорили, что в 11.30 одна из кульминаций. Ну, а у нас сейчас небольшой перерыв, и буквально через минуту-две мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Алекс Шустав, владелец крестьянской усадьбы Великоречья, пишет на Фейсбуке. К великому сожалению, ни глава РПЦ, ни митрополит Марк так и не поняли всего смысла Великорецкого крестного хода. Полиция проверяет документы у всех одиночных священнослужителей и не разрешает собирать пожертвования на ремонт и строительство храмов, находящихся вне Вятской епархии. А при неповиновении уводят батюшек в автобус для составления протокола. При мне, пишет как раз владелец крестьянской усадьбы Великоречья, при мне приняли вот этого батюшку, причем разговаривали с ним в грубой форме, хотя священник и напоминал молодцам, что те нарушают закон Российской Федерации. Ну и здесь фотография также имеется, можно на Фейсбуке найти. На Фейсбуке еще одна фотография, по-моему, другого автора, и показано, как идет ограждение полностью, и практически пустая территория, создан коридор. То с этой точки зрения, конечно, очень печальная история. Мне кажется, не только, я бы добавил, что и правительство Кировской области, и в Рио губернатора Васильев тоже не до конца поняли, что такое для кировчан, в первую очередь, крестный ход Великорецкий. Вот на репортере есть некий блог, и Дмитрий Михайлович, насколько я знаю, тоже его читает. Называется он «Атеист в Великорецком крестном ходе». И вот там Антон Шихов рассказывает, что в Великорецком очень много людей в форме, полицейских. Наверное, это связано с тем, что ожидается приезд Патриарха. Это накануне сообщения. От крама Великорецком и до самой реки Великой стоят металлические ограждения. Поспрашивал паломников. Они сказали, что в прошлом году такого не было. Наверное, отцепили из-за визита Патриарха. И вот сейчас кто-то пишет, что в Фейсбуке так много полиции и нацгвардии, что КамАЗы и машины все с ними подъезжают и подъезжают. То какое-то ощущение, что это больше напоминает какой-то митинг оппозиции в Москве, когда очень такие же рамки проходят. Столько же полиции, столько же участия власти в этом процессе. То в данном случае, конечно, мы очень переживаем за Великорецкий крестный ход. И нам не безразлично, чтобы все-таки он оставался именно праздником православных и верующих людей. А не какими-то там другими намерениями, кто пытается из него создать какую-то совершенно другую картинку. Даже в памяти моей бабушки, я думаю, что она бы, наверное, увидев это, я даже не знаю ее реакцию, как бы она на все это посмотрела. Вот для чего это делается? Например, в Телеграме, в канале Вятский Шептун говорится, что, возможно, это связано как раз-таки с предвыборной кампанией. Вы не думаете так? Мы можем об этом догадываться и смотреть, но я хочу сказать, что это очень, если даже кто-то об этом думает и пытается на этом сделать выборную кампанию, это очень глупая на самом деле история. Хочу вам сказать, что это никак не влияет и совершенно неправильный подход. Надо делами доказывать, а не какими-то такими вещами, которые, в общем-то, и без любого участия происходили и в 70-80-е годы. Вот сегодня там Ольга Николаевна сейчас говорила, что там правительство пытается там обезопасить, сделать охрану, подвезти воду. Но все это здорово, и медицинскую помощь надо оказывать. Но все это работало и без ихнего участия и в другие времена. И я думаю, что если бы сейчас правительство как бы так активно не помогало, то крестный ход бы все равно ходил, и люди бы шли, и справлялись бы они с этими трудностями. Потому что сам ход-то, он крестный. Он как раз и говорит, что человек проходит какие-то определенные испытания, и он приходит в ту точку, где должен состояться праздник, где они должны искупаться, где они должны помолиться, где они должны просто поговорить на берегу этой реки. И никто им не будет ничего запрещать, никакие полиции, милиции, нацгвардии не будут их разгонять. Но вот они к чему туда идут. А то, что она сейчас говорит, это не та история на самом деле. Здорово, ребята, если будет там где-то поблизости скорая помощь. Это очень все хорошо. Прекрасно, если кого-то накормят и дадут воды. Но для этих людей, которые идут, это не самое главное. А вы серьезно считаете, что приезд патриарха Кирилла никак не связан с предвыборной кампанией? Я не считаю, что он полностью не связан, но еще раз хочу сказать, что это нисколько не прибавит рейтинг к кандидату, который хочет на этом заработать очки. При всем приемном, какой мы видим сегодня негатив со стороны паломников и как это всем не нравится в большинстве случаев. Я думаю, что там всем это не нравится, кто пришел именно туда как паломник. И вероятность того, что это получится просто негативная ситуация, вероятности гораздо больше, чем позитивной. Потому что еще раз хочу сказать, что люди идут не за этим. Они не хотят видеть этих чиновников, они не хотят видеть этих руководителей всяких. Какие-то люди, которые приехали на дорогих машинах, сытенькие, и прошли по коридору, и прислонились к этой воде. Но это лукавство на самом деле. Это чистый такой рабочий процесс. Они как приехали, как на определенное открытие какого-то нового спортивного комплекса или больницы. Перерезали ленточку. Да, да. Вот там показались, их сфотографировали, СМИ они дали интервью, и все побежали и разъехались. А эти люди остались и не понимают вообще, что происходит. Вот в чем беда-то эта. У нас сейчас на линии исполнительный директор туроператора «Мира открытия» Елена Лютова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Елена, добрый день. Юлия Афанасьева, Александр Асохин. Насколько я понимаю, ваш туроператор очень активно возит людей по районам Кировской области. Правильно? Да. Давайте поговорим о Кировской области с точки зрения туристической привлекательности. Какие самые популярные районы в области для туристов? На сегодняшний день большинство туристов выбирают Великорецкое, но не во время Великорецкого крестного хода. Это очень правильно, да. Слободской, начали ездить в Рябово, Котельнич, ну и, конечно же, в Советск. Елена, как вы считаете, прибавит ли Великорецкий крестный ход туристической привлекательности Кировской области? Ну, здесь такой вопрос. Я считаю, что Великорецкий крестный ход и турпродукт – это совершенно два разных… Полностью согласен. Две разные истории вообще. Потому что в Великорецкий крестный ход люди идут по велению души. Они хотят пройти какие-то испытания. Что-то душа их туда зовет. А турпродукты – это больше люди приезжают, смотрят со стороны на объекты архитектуры, на природные, на паломнические эти же объекты. Но когда там нет паломников, потому что у нас больше светский туризм. А смотреть на то, как идут паломники – это, я считаю, что вообще кощунство. Поэтому в это время мы точно не делаем туры в Великорецкое. Ну, а вот говорят, что великие тысячи людей приезжают в Кировскую область, чтобы пройти вместе с паломниками Великорецкий крестный ход в качестве паломников, я имею в виду, а не в качестве туристов. Вот это важно для региона с точки зрения привлечения туризмов? Может, они к нам потом вернутся, друзьям расскажут? Это, конечно, потому что каждый год количество паломников увеличивается. И паломнический туризм вообще в целом, он в России развивается сейчас, внутренний туризм. Поэтому, конечно, тут и гостиницы, столовые, даже в самом городе, когда приезжают туристы, больше востребованы, конечно, музеи, объекты турпоказа. Но это все сопутствующее, но, конечно, безусловно, влияет, влияет, как не влияет. — Елена, спасибо большое. Это была Елена Лютова, исполнительная директора туроператора «Мир Открытий». — Елена очень правильно сказала. Я, на самом деле, с ней полностью согласен, потому что у нас есть комплекс архитектурный, церковный, и Успенский храм, и Великорецкий. Да, это одна история. Да, это туризм. Да, это приезжает, посмотрит. Но то, что мы сегодня говорим, что Великорецкий крестный ход — это тоже туризм, это не туризм. Это совершенно другая история. И все должны это четко понимать. — Ну, мы здесь, наверное, все-таки, да, говорим о том, что, возможно, эти люди вернутся потом, возможно, эти люди приедут снова в Великорецкое. — А хотелось бы, чтобы они приехали в первую очередь снова на Великорецкий крестный ход, а уже все остальное относительно? — Вот сейчас хотелось бы узнать экспертное мнение из другого региона. У нас сейчас на линии Илья Кычанов, исполнительный директор группы «Компании туристы» и Федерации туриндустрии Удмурсии. Был он неоднократно в нашей студии в том числе. Илья, здравствуйте. — Да, добрый день, коллеги. — Ну вот в Рио временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области заявил, что Великорецкий крестный ход — это один из символов и настоящий бренд нашего края. Как вы считаете, может ли Великорецкий крестный ход быть брендом и использовать этот бренд как-то в развитии туристического потенциала региона? — Вы знаете, так часто бывает. Нам кажется то, что для нас является важным, является каким-то серьезным брендом. Хотя, по сути, когда начинаешь разговаривать с другими регионами, выясняется, что это не совсем так или не соответствует действительности. Когда мне позвонили ваши коллеги и попросили дать какое-то мнение по поводу крестного хода, к своему великому стыду, я не обнаружил где-то в своих файлах и вообще в памяти, что у меня какие-то есть ассоциации с указанным крестным ходом. — Вообще надо полагать, что брендом территории может быть что-то, что является уникальным событием. При всем уважении к верующим людям и к тем, кто участвует в этом крестном ходе, крестный ход не является чем-то уникальным, как событие. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что это может быть именно туристическим брендом. И если позволите, я просто с стороны как ваш сосед по территории могу сказать, что Киров на самом деле ассоциируется у меня лично, с другими брендами, которые могут привлекать к себе туристов разных целевых групп. — С какими? — Как взрослую аудиторию, так и детские. — С какими брендами у вас ассоциируется Кировская область? — Безусловно, ваша дымковская игрушка. Вот наш друг по фейсбуку Алексей Обжевин периодически делает разные обзоры и показывает в фейсбуке практики, которые связаны с внешней визуализацией дымковской идеи на домах. Мне кажется, это очень симпатично и правильно. Это первое. Во-вторых, у вас есть замечательные музеи шоколада и мороженого, которые могут вполне лечь в основу какой-то гастрономической истории. Потому что паломничество, как таковое, это очень сложный вид туризма, очень специфический, он может быть действительно массовым. Там есть целый ряд нюансов, которые, скажем так, супермассовой аудитории, он не совсем понятен. А вот гастрономическая тема, она сейчас в тренде, это один из мировых трендов развития туризма вообще во всем мире. Я бы здесь, наверное, подумал над развитием какой-то гастрономической истории, может быть, какой-то карты в Кировской области, то, чего мы еще не знаем. Вот на гастрономию люди обязательно поедут. Вот если интересно, мы в ближайшую субботу, например, делаем гастрономическую экскурсию вот здесь у нас, в Удмуртии, в купечном городе Сарапуля. И, казалось бы, вот национальная кухня Удмуртии имеет свои особенности, а вот в Сарапуле нашли купеческие рецепты, их восстановили, и вот мы в ближайший субботу попробуем их потестировать на наших туристах. Хорошо, Илья, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы напомним, что на связи это был Илья Кычанов, исполнительный директор группы компаний «Турист» и Федерации туриндустрии Удмуртии. В завершении нашего разговора хочется сказать, СМИ сообщают, что 3 июня этого года из Кирова вышли 28 тысяч паломников. Как сказали нам наши коллеги и паломники по телефону, сейчас в Великорецком за ограждение на водосвятие попали порядка 2-3 тысяч человек. Это означает, что порядка 25 тысяч человек остались за ограждением, они не примут участие в водосвятии, в общем, остались без праздника. Я бы еще, можно секунду буквально добавил, что я бы не хотел, чтобы Великорецкий Крестный Ход называли брендом. У нас брендом называются, там, Вятский Квас называют брендом. Какие-то коммерческие темы, да? Получается, что мы вместе с Вятским Квасом ставим в этот же бренд Великорецкий Крестный Ход. Оставьте Великорецкий Крестный Ход все в покое. Это будет, пускай, та часть территории, которая там есть верующие, есть паломники, есть и люди, которые туда ходят совершенно по другим убеждениям. Не надо никого бренда называть. Вот бренд называйте Вятский Квас, или там, у нас сейчас новый бренд, это НЭП, как сказал в Рио, там. Да, вот это вот бренд Кировской области, сегодня наведение элементарного порядка. Ну вот называйте, что хотите, но Великорецкий Крестный Ход надо оставить таким, каким он есть. Великорецкий Крестный Ход завершится завтра, примерно в 16.30 паломники вернутся в наш город. Ну что, завершаем первую тему. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Спасибо вам, что пригласили. Дмитрий Михайлович Русский, депутат УЗС предыдущих созывов. Сейчас будут новости, тематические передачи. И буквально через 20 минут мы с Юлией Афанасьевым вернемся с новой темой. Редактор субтитров А.Семкин